всем привет египет шарм-эль-Шейх наама б фух ну что сегодняшний вложек мы начинаем для нас не самых лучших как говорится новостей валь давайте начнем как выспалась дорогая и и это запекываю не я при вы поспали часа три-четыре поэтому ребята будьте осторожнее с выбором отеля в общем доступных или каких-то как сказать местах ну в центре именно так тусовочного района да потому что дискотека под окнами грамм и хала до 4 практически утром спать мы улеглись где-то часикам к пяти чтобы спеть на завтрак у нас осталось кстати полчаса до конца завтрака ну естественно в отеле надо просыпаться пораньше короче я часто же объясню вальда давай занимайся своими делами получается что мы здесь были год назад и жили в другом корпусе с видом на дискотека паша паша шарм-эль-шех если не ошибаюсь она называется правильно там просто был тоже капут мы специально попросили другой корпус но здесь оказывается есть свои проблемы вот она улица на мобей вот буквально 10 метров и там один из ресторанов он работает как ночной клуб наверное не знаю так громко музыка до 4 утра валило просто невозможно и весь прикол в том что как вы видите здесь двери они не металлопластиковые алюминиевые и получается что что закрываете что не закрываете здесь к щели звук полностью проходит и все нам слышно ну естественно не только нам я не знаю как люди с маленькими детьми если мы их спать толком не могли как они интересно здесь живут выводы какие делаем валь меняем номер да мы попробуем сегодня поменять номер попробуем взять мы рекомендуем если кто будет ехать в катаракт напомню это катаракт resort 4 звезды которые находятся прямо на променад на мобей и рекомендуем брать номера с видом на бассейн да на внутренний дворик и там хоть как-нибудь у вас будет более не менее какая-то тишина потому что поспать вообще невозможно я не знаю будет ли это каждую ночь так но в эту ночь спать было невозможно сейчас бизнес-план такой нас мы бежим на завтрак завтракаем потом идем пробуем номер менять потом идем на пляж тестировать зимнюю бухту нам обе которые очень рекомендуем для зимнего отдыха единство из люка мы забыли у нас есть два градусника температуру мерить и забыли взять его к собой ладно побежали сразу на завтрак берем наше полотенце кстати приятно удивили мы когда-то были при короне в египте так и там они запаковывали здесь полотенце идут номерах и видите они идут как бы индивидуальные упаковочки такие респект отелю потому что в некоторых отелях полотенца просто засатанные затасканные здесь плюс-минус не скажу что не полностью новое нулевое ну выглядит очень-очень даже неплохо и мы на завтраке давались как всегда мне не буду жаловаться ну не испортила лазуню но немножко пережарили смотрите да нормально вы яйца баклажаны обожаю баклажаны и перчик на гриле не знаю гриле то или фритюр но мне нравится картошечка я взяла цебульку из сосисок я их старалась не брать потому что они мне в египте не нравится одну как и многим так как это наш первый завтрак нужно попробовать правильно ну естественно овощи взяли это на двоих колбаска сыр все ты немного олега тоже яйца картошка пирог что этого на кислюми какое-то наверное это гидель мы здесь йогурт понемножко попробовать кофе ок мой чай ну и все да чай я взял напиток вот по-моему это вишневый ну водичка так что будем завтракать и всем кто кушает приятного аппетита хотел сказать один момент что здесь в концепции сразу стоит цена если отель просто он продается можно купить на завтраках завтрак и ужины и все включено соответственно насколько я понимаю можно купить и отель и без еды полностью завтрак 150 фунтов стоит обед стоит 200 фунтов 250 фунтов стоит ужин 1 до 1 человек естественно на одного человека просто хотелось бы примерно 5 долларов ну по неофициальном курсу 5 долларов если по официальному то почти там 8 получается хотелось бы отметить что в принципе как для завтрака все есть все нужно есть единственное что не хватает мы когда здесь были два года назад здесь был фалафель фалафеля к сожалению нет догоняю валю всем приятного бедера только начинаем мы съемки всегда что-то ремонтирует или сверли давать и мои после завтрака естественно захотелось снова спать так как поспали уже на влечься 3-4 но нет 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 мы идем пробую менять номер а потом естественно пойдем к морю на пляже в нашу любимую бухточку на мобей что скажешь поменяет нам номер или нет я не знаю в бюджетных отелях обычно доплату просят за это посмотрим да давай попробуем здесь нас надпись цветами катаракт сходили мы на ресепшн пообещали нам поменять номер но как-то не уверена совсем не уверена давали что-то сказали посмотрим поищем пока номеров свободных нет да именно тех которых мы хотим с видом на внутренний дворик на бассейн насколько я понимаю не одни мы такие вот заодно взяли сейф здесь номерах нет своих сейфов на рецепшене получается сейф он бесплатный и такой маленький нюанс если вы потеряете ключ от сейфа штраф какой 100 долларов 100 долларов да а мы идем на пляж у нас 2 линия напоминаем принципе нас вообще это никогда не напрягало пройтись мы любим вообще не проблема даже можно сказать даже если мы были на 10 линии а если напомню что полотенца карточек на полотенца нет полотенце находится в вашем номере при заселении где и как их менять мы еще не узнавали но я думаю что это без проблем можно сделать наверно на пляже или на рецепшен да мы не спросили если честно но у нас полотенце чистое покамись вообще не надо но я видел что люди в номерах сушит их значит наверно все таки ну как меню наверно не каждый день можно менять один два раза поменять да и хватит у нас третья линия валь вторая вот вот получается хозяин барин смешно как вы видите нам оба по сравнению с вечером с ночью вообще тишина никого нет я так понимаю что люди сюда приезжают других бухт с менее тусовочных в принципе в шарме таких три места это сохо площадь сохо сквер старый город и нам обой нам больше всего нравится нам обой если честно а нет видишь люди гуляют еще некоторые тогда пляжик отеля катаракт на входе охрана ну я вижу места есть но естественно это какая-то 15 линия да хотелось бы немножко поближе давай на сейчас будем искать шезлонги двух видов деревянные огромные которые невозможно наверно даже подвинуть и железные вот такие вот а вот она красное море бухты на мобой мест похоже нету хотя вот слева 2 олег уже нашел второй шезлонг один у нас есть и каким-то чудом он у нас прям на первой линии правда возле экскурсии разных местных жителей ну а что делать ладно море еще не трогала но купающийся есть поэтому я думаю что все таки она теплее чем бассейны анимация началась сейчас будет скорее всего акваджим посмотрим ай как ну прохладно ребят но так как это бухта причем закрытая бухта то водичка здесь теплее чем в открытом море это естественно будем пробовать залазить купаться так ребятки вы просите побольше побольше моря поэтому показываю тем более что это самая безветренная бухта в шарме ветер вообще успокоился хотя буквально полчаса назад было достаточно ветрено а сейчас даже и пальмочка не шевелится хотя вот волны сегодня присутствуют говорят если вы хотите спокойное спокойное море то надо приходить чуть ли не 6 утра но это не про нас пляж уже опустел потому что время обеда на который мы с вами скоро пойдем а я все таки решила прогуляться по морю и она я вам хочу сказать очень-очень тепленькая по меркам так мы забыли наш градусник но градусов 23 ниже насколько знаю она не опускается и вот он наш пляж отеля катарак а соседний пляж уже стал другим чем был при тропителе и называется отель и пляж это взывает house белый дом по пляжной линии можно ходить как хотите сколько хотите куда угодно и это огромный плюс хотя вечером все пляжи закрываются и ходить по ним запрещено детки строят замки роют ямы бассейны поэтому очень будьте осторожны чтобы не оступиться вот так что ребята вот такая нам а бей сегодня это что что это боже это камень я думала это скат ребята пойду сниму да это камень фуф напугали меня мы кстати с олегом сегодня купались и возле меня пропала настолько огромная рыба что я аж скрикнула конечно с телефоном купаться мы не пойдем но я думаю что еще какой-то риф рыбки мы вам подснимем вот так что будем идти на обед и конечно же вас с собой возьмем в наше время Ох, ребятки, мы очень довольны, что мы снова за последние два года оказались, вернее, прилетели и приехали в бухту Намабэ, в нашу любимую бухту. Поэтому, если вы выбираете зимний отдых, особенно с детками, и вы любите песчаный вход, то, конечно же, эта бухта для вас. У нас сейчас уже наступило время обеда, мы покупались пару раз, позагорали немножко, погрелись на солнышке, так сказать, море отличное, просто теплое-теплое-теплое, хотя, если вы мерзляк, то оно для вас будет прохладное, температура примерно 23 градуса. Я сейчас с удовольствием хожу по краю моря. Уже у нас весь пляж опустел, потому что время обеда. И мы сейчас туда с вами попадем. Насчет номера, конечно, мы хотели поменять, но, по-моему, нам его все-таки не поменяют, потому что сейчас молчат или хотят денежку, я не знаю, доплату какую-то. Потерпим, конечно, еще сегодняшний вечер и ночь, но если она будет такая же громкая, как вчера, то я не знаю, как мы выдержим это, ну, вообще это все время. Мы не выспались. Да, будем спать на ресепшене. Мы не выспались, и если не выспимся и сегодня, то я не знаю, как мы для вас будем снимать видео дальше. Так что, мы надеемся, это видео было для вас очень интересным, и вы будете дальше следить за нами, за нашей жизнью в Египте и за нашими видео. Так что, ставьте лайкосики, если вам это видео понравилось, пишите ваши комментарии, подписочка на инстаграм тоже приветствуется. И с вами, как всегда, из Египта. И сейчас из Шарма-Шейха были Олег и Валя. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok